Новобранцы будут служить всего один год. Большая часть из них останется в Южном федеральном округе. И только несколько сочинцев, которым не нужно менять паспорта, попадут за границу. Чаще всего это Армения или Абхазия. В целом же призыву и отправке войска этой весной подлежит 313 человек. Сегодня военные билеты вручили первым 18 призывникам. Как всегда, в этот день в военкомате многолюдно. Среди провожающих традиционно девушки будущих защитников Отечества и, конечно же, родители. Сыночек идет в армию. Вырос уже, как говорится, то бегал маленький, а теперь уже вот как все мамы, переживаем, нервничаем. Конечно, а так служба нужна каждому мальчику. Каждому мальчику он должен пройти службу, как говорится, дать честь России, долг России. Я очень хочу в армию. Долг перед Россией надо отдать свой все-таки. А там посмотрим, может, и контракт подпишу. Вижу себя в будущем защитником Отечества. Следующая отправка 23 апреля. В этот день в армию заберут 20 человек. А что касается уклонистов, то они в Сочи есть полторы тысячи человек. Борьба с ними ведется. И в первую очередь ребят пытаются проинформировать о последствиях неявки на призывную комиссию. Многие горожане о возможных проблемах знают не понаслышке. Молодой человек, последний призов, оказался потерянным. То есть он до этого учился, учился в аспирантуре, а потом раз вот и потерялся. Ну что, вынесли решение, не служил в российской армии, не имея на то законных оснований. Человек закрыл себе двери во все государственные учреждения. А он юрист, а ему надо работать. Он мог пойти, допустим, в какую-то силовую структуру. У него категория годности позволяет, а он никуда не попадет. Испортил себе полностью жизнь. Согласно указу президента, с 1 апреля по 15 июля в российскую армию планируется призвать 128 тысяч человек. По оценкам Минобороны, еще около 3 тысяч граждан, ранее отправленных в запас по состоянию здоровья, смогут пройти службу, если на этот раз будут признаны годными. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.